Анкета Чтобы запомнить целый ряд французских слов, нужно провести параллель между нашим словом «анкета» и французским «анкета». Как видите, звучат они почти одинаково, если не считать назализацию буквы «н» и нашу конечную «а», как показатель женского рода. Напомню вам, что анкета и в нашем языке называют «опросный лист» для получения каких-либо сведений о том, кто его заполняет. Заполнить, сдать анкету, составить, разослать, собрать анкеты, ответить на вопросы анкеты. Во французском слове «анкета» почти такие же значения, как и в русском, только добавляется расследование следствия. Но ведь и эти слова подразумевают под собой опрос и сбор информации, все то, что есть и в нашем слове «анкета». Анкета – анкета, анкета, опрос, обследование, сбор информации, расследование, дознание, следствие. Анкета – судебное следствие. Уврир инанкета – начать следствие. Теперь вам будет совсем нетрудно запомнить и сам глагол анкете, который образовался от существительного анкет прибавлением глагольного окончания «ers». Анкете – производить расследование. Расследовать, устанавливать. Анкете – всю анкримmer. Производить или вести расследование преступления. Как возвратный глагол с анкетой «справляться и осведомляться о», как существительный анкетер, судебный следователь, плюс интервьюер, тот, кто расспрашивает для интервью. Любопытно, что само слово «анкета» состоит из двух частей – предлога «ан» и существительного «кета», и образовалось оно от часто употребляемых фраз «анкета до» в поисках кого-либо чего-либо, а «кета до» – ищущий, ища, разыскивая. А слово «кета» имеет следующее значение – «кета» – поиск, разыскивание, розыск, «анкета до» – в поисках кого-либо чего-либо, «суметро анкета до» – приступить к поискам, как охотничий термин «поиск следа» с собакой. В философии это «искание». Образовалось слово «кета» от латинского глагола «кайрэре» – «искать», который во французском языке принял форму «кэрир». «кэрир» – «искать», «але кэрир», «внир кэрир» – «пойти за», «анвуае кэрир» или «фэр кэрир» – «послать за». Впоследствии глагол «кэрир» стал базой целой серии глаголов, таких как «кункэрир», «санкэрир», «гокэрир», «акэрир». «Конкэрир» – это «завоевывать», «захватывать», «завладеть», как синоним «пхандро», «покорять», «починять», «суметро» как синоним. «Конкэрир анпи» – «завоевать страну», «сосуме» на «пазанкорэте конки» – «эта вершина еще не была покорена». Обратите внимание, что здесь мы видим «конки» – это причастие прошедшего времени от «конкэрир». «Конкэрир» в переносном значении «завоевывать», «покорять», как синоним «ганне», «приобретать». «Конкэрир с иголом о фронт» – «заслужить свои погоны на фронте». «Эля конки» – «лестим де тусс» – «она завоевала», «снискала» всеобщее уважение. «Конкэрир лодитоар» – «завоевать аудиторию», «сон шарм» – «ну а конки» – «нас», «покорило его обаяние». «Конкэрир лыкэр» – «завоевывать», «покорять сердца». «Конкэрир лаглуаа» – «завоевать славу». Как возвратный глагол «сё конкэрир» – «завоевываться», «доставаться в борьбе». В переносном значении «завоевывать себе». «Сет актёр» – «сэ конки» – «ли фавер дю публика» – «этот актёр» завоевал расположение симпатии публики. «Анкэрир» – «употребляется только как возвратный глагол». Их чрезвают местоимёнными глаголами, так как перед ними обязательно должно быть местоимение. «Спрашивать о», «осведомляться», «о», «справляться», «о», «узнавать», «о», «санкэрир» – «дю ла санте де келькан», «осведомиться», «спросить» о чём-либо здоровье. «Же вэ мананкэрир опре ду луи», «я спрошу», «узнаю об этом у него», «иль фосанкэрир», «сису ла евре», «надо спросить или узнать», «так ли это», «так ли это на самом деле». «Окэрир» – «требовать», «настаивать на», как синоним «ансистэ», «затребовать», «сэтэтэтюд», «рокэра тут монотэнсён», «это исследование потребует всего моего внимания», «плюс просить», «домогаться», «ракэрир лэд» или «la protection de quelqu'un», «просить» либо помощи или «протекции» у кого-то. «Акэрир» – «приобретать», как синоним «девенир пропьетэр», «покупать», «аштэ», «получать», «росваха», «акэрир» – «мезонда компания», «приобрести» или «купить дачу». Как устойчивое выражение «бьен маляки», «ви профи джамэ» – «чужое добро, прок не идёт», можно переводить как «стать» или «быть», в зависимости от существительного, которое идёт. Следом, «акэрир ин эксперианса» – «приобрести опыт» или «стать опытным», «акэрир лаглуаха» – «завоевать», «снискать славу» или «прославиться». «Акэрир ла салибрите» – «приобрести известность», «стать знаменитым», «акэрир ла пхауф до келькишоу» – «заполучить доказательство чего-либо». Как возвратный глагол «сакэрир» – «приобретать для себя», «покупать себе», «сакэрир до соли до митье», «приобрести хороших верных друзей». «Плюс приобрести завоевать», «сакэрир ли бонг гадж да келькан», «завоевачью» либо «расположение». Вы можете сказать, что это самостоятельные глаголы и не имеют связи с базовым глаголом «керия» – «искать». Но если присмотреться внимательней, то эта связь в какой-то степени присутствует. Вот, например, «завоевывать» – это ведь искать новые территории. Спрашивать, узнавать это, искать новую информацию. Требовать это, искать то, чего не хватает. Приобретать это, найти и взять, что вы искали. Всё это, конечно, условно, но, тем не менее, поможет вам объединить эти глаголы в одну смысловую группу. Разобравшись со значениями этих глаголов, вам будет нетрудно понять и перевести все образования от них. Чтобы не перегружать эту статью, я решил создать дополнительную статью – «Анкета-2», где мы и рассмотрим все эти образования. На этом всё, дорогие друзья. Если вам нравится то, что я пишу, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень благодарен, если вы оставите несколько слов в комментариях. Это значительно поможет в развитии моего канала. До встречи! До встречи!